Это была группа Guns N' Roses с композицией You Could Be Mine, Ты могла бы быть моей, которая прозвучала в нашей программе специально для победителя 2-го апрельского конкурса программы Fusion Contact Александра Улитина. Ну а сейчас пришло время подвести итоги нашего 3-го майского конкурса. Я уже говорила, что на конкурс нам поступило всего 4 письма, из которых только в двух содержался правильный ответ. Я благодарю за участие в конкурсе Аню Копьеву и Дениса Шубина. К сожалению, присланные вами варианты ответа группа Erasure и группа Pet Shop Boys оказались неверны. Действительно, и Erasure, и Pet Shop Boys из Англии и работают в стиле электропоп, но, тем не менее, это не у них. Технокоманды Loft и Latino Party сдули музыку для своих песен. Жертвой плагиата стала совершенно другая английская группа легендарная бейзелдонская четверка «Дипеш Мод». А песня, фрагмент которой сдули наши техно-воришки, называется «Just Can't Get Enough», «Не могу насытиться». И она вошла в самый первый альбом группы «Дипеш Мод», диск 1981 года под названием «Speak and Spell». Говори и произноси по буквам. Это был оригинал. Ну, а теперь послушаем две бледненькие копии. Как видите, сходство мелодий очевидное. И сегодня в нашей студии два человека, которым лучше всех удалось это сходство выявить. Итак, я рада представить вам победительницу третьего майского конкурса программы «Фьюжн Контакт» Светлану Сафронову. Я надеюсь, что наши телезрители помнят, что Света уже участвовала в одном из конкурсов программы шоу в стиле «Фьюжн», который проходил в конце 1994 года. И тогда тоже стала одной из победительниц. Света, я очень хорошо помню, что «Дипеш Мод» — это твоя любимая группа, и поэтому я нисколько не удивилась тому, что ты нашла правильный ответ. Мне только интересно, на какой секунде ты догадалась. Я поняла, что это за группа, как только было сказано, что один фрагмент от группы «Латино Пати». Дело в том, что я раньше слышала эту композицию, и уже тогда обратила внимание на необычайное сходство мелодии с песней «Just King The Naught» в «Дипеш Мод». Но, к слову, «Латино Пати» не ограничились в плагиате только этой вещью. В одном их ремиксе я слышала заимствование от Язу и других команд «Новой Волны». Между прочим, у многих существующих сегодня технокоманд это стало даже как бы хорошим тоном списывать фрагменты или даже целые песни у групп конца 70-х, начала 80-х годов. А, кстати, как ты относишься вот к этому явлению, к тому, что современные технокоманды передувают музыку всех лет? Ну, я бы сказала, что сейчас идет настоящий бум на кавер-версии. Так, из Seventeen исполняют Western Girls, принадлежащие Petshop Boys. Другая команда, Дива, исполняет The Sun Always Shines on TV, Трио Аха. Есть кавер-версии на такие суперхиты, как Don't Go, Язо, Is What Dreams, You Rhythmics. Но, с одной стороны, это хорошее знамение, ведь в те годы, когда эта музыка создавалась, среди критиков ее было принято ругать последними словами, а сейчас это доказывает ее жизнеспособность и даже музыкальную ценность. Но, с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что у новых технокоманд почти не остается собственных музыкальных идей. И это может привести в будущем к серьезному кризису в поп-музыке. Света, я помню, что когда мы с тобой последний раз встречались в студии, ты говорила, что твое любимое музыкальное направление – это электронная музыка начала 80-х годов. Но с того момента прошло уже полтора года, и, наверное, что-то изменилось в твоих музыкальных вкусах. На Дипешмод были и остаются одной из моих самых любимых команд. Но я также стараюсь слушать все новое, что происходит сейчас в мире современной музыки. И должна сказать, что многое из того, что за последние несколько лет появилось в Англии и Америке, мне нравится. Я имею в виду так называемую альтернативную музыку. Оазис, Блор Палп, Радио Хэд, Крэнборис, Эластика – все это мне очень интересно. Я бы даже сказала, что сейчас ситуация в Англии очень похожа на ту, что сложилось в начале 60-х годов перед появлением Битлз. Но также я в последнее время стала интересоваться командами, которые возникли одновременно с Дипешмод, но пошли совсем по другому пути. Это Dire Straits, Simple Minds и, конечно, U2. Это музыка, под которую хорошо размышлять. Она дает мне ответы на многие вопросы в жизни. Словом, это музыка, которая помогает жить и выживать в наше сложное время. Я предвижу, что, наверное, видеоклип, который ты хотела бы увидеть в качестве приза, это тоже одна из твоих новых любимых групп. Да, я хотела бы посмотреть клип группы U2. Итак, Света, специально для тебя в нашей программе группы U2 с композицией With or Without You с тобой или без тебя.